Привет всем, друзья! Сегодня мой сканказ будет посвящен не свойственным мне теме, а именно железу. То есть мы не будем говорить обо всей операционной системе Android в целом, а именно об одном аспекте, как аккумуляторы. Итак, маленький ликбез. Наверняка многие в курсе, что после приобретения нового девайса, необходимо его полностью разрядить, уже после можно заряжать смело аккумулятор. В противном случае, если вы так не сделаете, в силу занятости или каких-либо дел, то вы потеряете 10-15% от общей емкости аккумулятора, которую бы он мог держать. Следовательно, вы потеряете время работы девайса. Далее, второй сценарий, кому может быть интересен данный сканкаст. Если вы прошили свой девайс на кастомную прошивку, и у вас по какой-то причине стала работать батарея тоже значительно меньше, вам будет дальше мой совет очень полезный. И третий сценарий, это сценарий мой. У меня смартфон LG GT540 Optimus, ему уже 2 года, и батарея стала родная давать сбои. То есть, девайса хватало всего на полтора суток активного использования. Хотя до этого телефон мог не заряжать и 3-4 дня. Значит, я заменил свой аккумулятор на более емкостный. То есть, следовательно, и время работы должно было у меня продлиться. Однако, телефон работал в таком же режиме, то есть, его хватало всего на сутки. Я даже заметил, что может быть чуть меньше, чем с моим стандартным аккумулятором. И вот тут вот встал вопрос, что делать и с чем это связано. Потому что я, в принципе, проверил все процессы, все, что может грузить систему, куда расходуется заряд батареи. И, в принципе, он не расходуется на какие-то лишние процессы, все работает, как должно, по умолчанию. Следовательно, вопрос встал таким образом, либо что-то испорчено в самой системе при перепрошивке моего смартфона, либо у меня бракован аккумулятор. Проблема решилась довольно легко. Я посмотрел в интернете. Да, действительно, мне, ну, как посоветовали на форуме, что действительно проблема именно с прошивкой. Значит, что в таком случае можно сделать? Можно откатить на, как сказать, на свою стандартную прошивку, версия 2.1. Но, в принципе, мне это не нужно, потому что меня устраивает вот эта вот моя прошивка. Поэтому что можно сделать? Есть такая замечательная программа, называется на Battery Calibration, доступна она в Android Market совершенно бесплатно. Но, как вы видите, она требует права рута. То есть, если у вас нет прав рут, вы не сможете воспользоваться данной программой. Поговорим о интерфейсе и вообще, что она делает. Ну, во-первых, она позволяет именно откалибровать батарею. Что требуется? Необходимо подключить девайс, либо смартфон, либо планшет к зарядному устройству. Всё. Затем ждать, пока батарея зарядится до 100%. Значит, здесь есть две кнопочки. Левая не даст нам откалибровать батарею до тех пор, пока мы не достигнем 100% зарядки. А вторая просто подаст нам сигнал, когда заряд дошёл до 100%. Что далее мы делаем? Мы жмём «Откалибровать батарею». Выйдет опять сообщение для доступа программы Root. И как понятно из описания, что при неудачном прошивании, если вы поставили новый ROM на ваш девайс, либо какие-то проблемы с батареей, то, значит, эта программа просто зачистит системные файлы относительно батареи, аккумулятора, которые имеются именно в базе самого телефона, то есть в системных каталогах. И перешвёт их на новый. То есть, что от нас требуется? Мы заряжаем аккумулятор, видим, что он заряжен на все 100%, калибруем. И далее системные файлы меняются именно под настройки нашего аккумулятора, под режим работы, который поддерживает именно наш аккумулятор. Значит, и четвёртый пункт, после того, как мы откалибровали батарею, мы просто вытаскиваем зарядное устройство. Потом я смотрел на форумах, как советуют пользоваться этой программой. Лучше опять полностью разрядить девайс, и затем с нуля его зарядить, и всё. Значит, что ещё интересно. В отзывах в Android Market я, в принципе, видел только положительные отзывы. И среди них были такие, как что один парень писал, что вот его телефон работал 12 часов, после калибровки данной программы работал все 40 часов. Я сразу скажу, что в это я не верю. По моему мнению скромному, это просто бред сивой кобылы. Единственное, что, да, аккумулятор у меня с помощью этой калибровки вместо дня пользования телефоном я могу спокойно пользоваться им 2-3 дня. То есть сидеть в аське, в твиттере, проверять свою почту, постоянно, чтобы у меня был включён Wi-Fi. Сейчас я его отключил, чтобы не шёл трафик, потому что у меня нет раздачи. То есть пользоваться активно девайсом можно значительно дольше. Во всяком случае, не больше нормы, но именно столько, сколько заявлено от производителя именно в характеристиках аккумулятора. Значит, поэтому, если вы в своё время повредили аккумулятор, как-то перепрошились неудачно, знайте, что есть такая программа Battery Calibration. Она работает, я лично сам проверял. То есть день и 3 дня эта разница весомая, особенно в наше время, когда постоянно нужен доступ в интернет и девайс под рукой. Ну и плюс, если у вас вообще какие-то проблемы с батареей, вы заметили, что с ней что-то не так, то советую вам лишний раз откалибровать её. Хуже не будет, девайс у меня не пострадал от этой калибровки. В любом случае, если что, всегда можно откатить девайс на предыдущую прошивку. Так что сделайте бэкапы, если у вас есть какие-то сомнения. Но я делал всё на ходу, то есть я никакого бэкапа не делал, у меня всё работает гладко. Вот такой вот коротенький скринкаст. С вами был Владимир. Надеюсь, вам он окажется полезным. До скорых встреч. Подписывайтесь, комментируйте. И счастливо.